Друзья мои, в преддверии праздников, в преддверии 23 февраля, вот от души хочу посоветовать замечательный подарок Автоклав Вейн, или Автоклав Вейн 1 версии 23 литровый, или Автоклав Вейн 2 версии 48 литровый, или еще такой же есть 30 литровый Подарок прекрасный, можно подарить самому себе любимому, можно подарить другу, товарищу, брату, папе, ну в принципе кому угодно Женщины, возьмите на заметку, отличный подарок, на нем еще можно и самогон варить Кламп 2, кламп 2, колонну ставим и вводим самогончик Ребята, думайте, 23 февраля не за горами Кстати, на них хорошая скидочка, смотрим, все по ссылке в описании будет написано Друзья мои, дорогие, я вас приветствую, сегодня поговорим о Автоклавах Вейн Вот здесь вы видите, у меня есть Автоклав Вейн на 23 литра, ну это скажем так, Вейн 1 И Автоклав Вейн на 48 литров, это Автоклав Вейн 2 Вот эта версия Автоклав Вейн 2, она новая, она совершенно недавно поступила в продажу На 23 вейне, вот на этом я уже работаю, не первый год Поступают сейчас вопросы, вот решил кое-что уточнить, кое-что рассказать Но если вопросы какие-то будут, пишите в комментариях, постараюсь ответить на все Итак, эти два Автоклава нельзя сравнивать в плане, какой из них лучше, какой из них хуже Такое сравнение здесь не годится Это два разных Автоклава Каждый из них самодостаточен, понимаете, да? Каждый из них выполняет свои функции Дело в том, что самое главное отличие у них это Этот Автоклав Вейн на 23 литра изготовлен из 430 нержавеющей стали Она магнитная, она магнитится И поэтому данный Автоклав может работать на индукционной плите Для кого это важно Автоклав Вейн 2 изготовлен из 304 нержавеющей стали Она не магнитится И поэтому на индукционной плите он не работает Кому это важно, пожалуйста, делайте выбор Если вы хотите работать на индукционной плите Ваш выбор, вот этот Автоклав Вейн 23 литра Он на индукции работает Также эти оба Автоклава работают на газовой плите без проблем И на ТЭНе Так Сейчас Переверну Чтобы было видно Вот Здесь также кламп под ТЭН И здесь кламп под ТЭН А еще какое отличие Это Ну, на размер не смотрите Вот такой Автоклав Вейн 2 Есть 30 литровый, кому надо поменьше Еще отличие это Крепление крышки Здесь у нас идет Крепление крышки Хомутом Всем нам известный кламп-хомут Да? Вот А здесь Крепление крышки Выполнено на Байонетном соединении Опять же скажу Ни одно другого Не лучше, не хуже Просто Это два Самодостаточных Автоклава Вот Это самые В принципе Главные Самые важные Отличия Так Что Здесь еще Какие отличия есть Так сказать Уже Ну Немного Другие Здесь Вот у нас Идет Стоит вентиль Да? Мы на него Одеваем шланг И Осуществляем Продувку То есть Сброс воздуха Из Автоклава Здесь Этого вентиля нет Здесь У нас Отвечает За сброс воздуха Дышащий клапан Усовершенствованный Дышащий клапан Он Немного больше Немного имеет Другую конструкцию Нежели здесь Здесь тоже Дышащий клапан Есть Я работал И на этом Автоклаве Долгое время И на новом Автоклаве Я проработал Уже Дай бог В памяти 12 рецептов Что хочется сказать По конструктиву И этот удобен Прекрасно выполняет Свои функции И этот Также удобен Прекрасно выполняет Свои функции Автоматика К этим Автоклавам Только единственное Что одна К другому Не подходит Почему? Потому что Автоматика Для Автоклава Вень 2 Имеет Порт термометра Встроенный Именно в автоматику Именно там Где стоит ТЭН И Получается Замер Температуры Происходит Вот здесь Внизу А я сейчас Ребята Я сейчас вам покажу Она же у меня здесь Кстати Очень удобно Хранить Раз Убралось Все Смотрите Вот она Новая автоматика Да Здесь В ней Изменены Режимы Стерилизации Но если хотите Я сделаю полный обзор Напишите в комментариях Кстати Хотите или нет И смотрите Вот она Вот эта гильза Это термометр Для съема температуры Он вот здесь И таким образом Если мы Вот эту автоматику Поставим Сюда Вот Она работать-то будет На вот этом Автоклаве Но Если автоматику С этого Автоклава Мы поставим Сюда То она работать Не будет Почему Потому что Автоматика На этом Автоклаве Имеет Съем температуры Вот с этой точки Там в автоматику Встроен Встроен шнур Мы автоматику Снаем Ставим там шнур Хопа Вот сюда С гильзой термометра И мы снимаем Отсюда Показания Если мы Поставим Старую автоматику На новый Автоклав Нифига не получится Вот Такие вопросы Тоже возникают Так что Покупаем Если допустим Если покупаем Вот этот Автоклав То новая Автоматика На нем Будет прекрасно Работать У нас останется Здесь вот этот Термометр На Ну типа Как контрольный Да И автоматика Будет снимать Температуру Уже Сама по себе Внизу Автоклава Ну А этот Новый Автоклав Если мы Приобретаем Ну то Естественно Уже Что автоматика Новая С ним работает Вот Это я объясняю Для кого Для тех У кого есть Автоклав Вот такой Вопросы Задаются 23 литровый Хочется купить Другой А автоматика Подойдет Или нет Ну я думаю Что объяснил По поводу режимов Какие сейчас Режимы В автоматике Забиты Какие температурные Временные Параметры Захотите Если Я сниму Отдельный Видеоролик Подрывник Что здесь Стоит на полтора Что здесь Стоит На полтора Ручки Ручки Бакелитовые Здесь Ручки Бакелитовые Здесь Манометр Здесь А тут Манометр Вот Смотрит В принципе Вверх Ну и Все Вот Так Ссылочки Я все Оставлю В описании Сами пройдете Посмотрите Как всегда По моему Промокоду Получите Скидку Если будете Приобретать А там Вот смотрите Уже По объему Нужно Поменьше Если у вас Там Ну Маленькая Семья Допустим Да Вам нужно Поменьше Вам большой Не нужен 23 литровый Есть Вот такой И вот Такой Вень 2 Есть 30 Литровый Если Вы готовите Много Большая Семья То Вот он 48 Литровый Мне В принципе Вот этих Двух Сейчас Вполне Хватает Вот Я недавно Готовил В банках Суп 16 литров У меня Было Супа Фасолевого И банки У меня Были Разные Несколько Банок Литровых Там Полтора Литровая Банка Была Да И Несколько Банок 07 Я Их Все Поместил Вот Сюда В этот Автоклаб Здесь Кстати У нас Идет Фольжно Оно Идет Со Съемными Ножками Ножки Высокие На фольжне Когда Мы Ставим Это Чтобы Фольжно Было Выше Тэна Есть Маленькие Ножки Можно Поменять Получается Фольжно Становится Где-то Вот Так Это Для Того Чтобы Работать На Газов Когда Мы Ставим Маленькое Фольжно С Маленькими Ножками У нас В этот Автоклав Входит Аж 40 Банок По 05 А В этот Автоклав Вроде 15 Банок По 05 Входит Дай Бог В памяти Не Помню Точно Особо Не Важно Сами Посмотрите Вот Тут Вы Сами Выбирайте Какой Из Этих Автоклав Вам В принципе Выбрать Я Знаете Как Я В принципе Хоть И По сути Своей Максимализм Я Люблю Лучше Взять Что-то Побольше Лучше Пусть Пустое Место Останется К примеру Леже Нежели Не Хватит Но Опять Вопрос Возможно У некоторых Возникает В хранении Заготовка Небольшая Банок Немного Я Готовлю Вот В этом Если У меня Большая Заготовка Много Банок Я Готовлю Вот В этом Ну Благо Хранить У меня Есть Где Там Под стол Убираю И все В принципе Вот Оно Самая Основа Что Здесь Вода Пар Режимы Что Здесь Вода Пар Режимы В принципе Вот А то Просто Начали Вот Эти Вопросы Возникать Когда Вень 2 Вышел А Что Теперь Значит Первый Вень Плохой Раз Вышел Вень 2 Почему Вот Так Вот Сделали Нет Нет Это Нет Это Просто Ну Знаете Как Жигули Одной Модели Она Довольно Хорошая Есть Жигули Другой Модели Тоже Хорошая Лада Веста Есть Допустим Лада Гранта Это Машины Как Сказать Разные И на той И на той Можно Ездить Ну Так И Здесь В принципе Выпускает Один Завод Два Автоклава Но Они Просто Немного Разные По Конструктиву Но И на Том Прекрасно Можно Готовить И на Этом Прекрасно Можно Готовить Все Тут Вопросов Я думаю Никаких С этим Быть Не Должно Но Еще Что Хочу Сказать Лично Из Своего Опыта Вот Смотрите А в основном Вот Если Использовать Вот этот Автоклав С нагревом На индукционной Плите Вот Я бы Побоялся Блин Довольно Страшновато Вот смотрите Этот Автоклав Ну Блин Тут Довольно Таки Толстый Такой Металл Да Вы Нальете Воды Вы Загрузите Банок И Будет Такой Прям Уж Он Довольно Увесистый И Вот Ставить Его На стекло Индукционной Плиты Как бы не страшно Мне бы страшно Было А вдруг Стекло Лопнет Он Тяжелый Тем более У нас же Получается Если плита 2 Киловатная Там вообще На ней никаких Рамок В принципе Нету Если 3,5 Киловатта Плита Она Большая И там Рамки Есть Но У нас Диаметр Автоклав Небольшой И все равно Он станет На стекло На рамку Не станет Так что Вот С этим Ребят Смотрите Аккуратнее Я бы Лучше Допустим Готовил Или на Тене Или На газу Ну а если Вы не боитесь На индукцию Ставить Ну готовьте Поэтому Для меня Никогда Не было Приоритетом Что Ага Мне нужна Нержавейка Магнитная Чтобы готовить На индукции Нет Я на индукции Не готовил Мне это Не надо Но тут На вкус и цвет Все фломастеры Разные Это Выбор Пожалуйста Каждого Все ребята Смотрите Если будут Какие то вопросы Пишите в комментариях Я отвечу На них Даже если На какие то вопросы Я не смогу Ответить сам Ну может быть Я чего то Не знаю Каких то там Ну технических моментов Да Вот здесь Допустим Швы там Выполнены Каким то там Специальным Лазером Туда сюда Да Там я не знаю Вот если Каких то я моментов Сам не знаю Вы зададите вопрос Я уточню Производители Обязательно Вам отвечу Вот Мне не трудно Ну вот Как бы и все И кстати В преддверии 23 февраля Скоро праздник Ребят Отличный подарок Женщины Если смотрите меня Возьмите на заметку Отличный подарок Вашему мужчине Ну и мужчина Мужики Ребят Можно купить Преподнести Женщине подарок О я тебе дорогая Автоклав Купил Ты будешь Готовить Вкусняшки А потом Раз такой Ахахаха Забрал ему себе Я на нем Сам буду готовить Еще и самогонку На нем буду варить Потому что Здесь кламп 2 Кламп 2 Выход под колонну Можно вот так вот Схитрить Все друзья мои Всем пока До новых встреч Быть добру Продолжение следует